Всем привет, друзья! С вами Барри Вита. Если вы заметили, то на основном моем инстаграме не выходят истории. Второй мой инстаграм удален. Я сейчас расскажу, почему. Я потерял миллион подписчиков. И обидно, конечно, сука, обидно. И сейчас я вам расскажу свою историю, как это произошло, как я начал снимать, как я потерял свой инстаграм. Я поступил в универ на украинский язык и литературу. Я живу в факультете журналистики. Я просидел там первый семестр. В группе был я один в 39 баб. И это был большой плюс, так как я не делал никогда домашнее задание, мне его делали. Это был большой плюс, единственный. И в основном я сидел на парах и не понимал, где я нахожусь, что происходит. Это все не мое. Я выпущусь потом, куда я дальше пойду работать, в школу, там, журналист какой-то. Нет, это все не про меня. Я люблю более импульсивный образ жизни. Я бросал универ и уезжаю в Киев. Я уехал в Киев жить к своей подруге. Ну, как подруги. У нас было чуть больше, чем дружба. Там была одна комната квартира. Жил я, она и еще две подруги. Короче, у нас было 4 человека. И просто была супер-турбо-пушка. Мы постоянно веселились, какие-то гуляли, зависали. У нас постоянно кто-то дома был. Все было так интересно, круто. Но я никогда не употреблял наркотики. Я категорически был против наркотиков. И эти девочки хотели, чтобы я попробовал фен. Я был категорически против этого, так как я всю жизнь играл в футбол, не заиграл, потому что ноги кривые. Само себе я цель поставил никогда ничего не употреблять. Я помню один день, не, это было вечером, я лежал на диване. И, как всегда, кто-то к нам приходил в гости, там, кто-то пришел на кухню. Девочки там сидели. Кто-то пришел, потом он ушел. И девочка эта, с которой у нас были шарамуры, говорит, Витя, иди сюда. Я прихожу на кухню, она немного болела и колдрекс пила. Говорит, на, выпей чуть колдрекса. Я такой, ну, он сладкий, вкусный. Я такой, ну, давайте, попью. Она говорит, да, до конца, пей до конца. Я выпиваю этот колдрекс. Мы собираемся идти гулять. Я выхожу на улицу и чувствую, что у меня начинает пиздовать. Мне так начинает стимить. Короче, наркотики, зло. Наркотики, полная хуйня, не употребляйте наркотики. Получается, они мне подсыпали в колдрекс фен. Меня начало жестко стимить. После этого случая я начал потихоньку с ними ебашить. То есть раз пять где-то еще с ними употреблял. Потом я понял, что пиздец какой-то происходит в моей жизни. Я качусь в яму какую-то. Это все не мое. Я себя там чувствовал очень ужасно. Я взял и уехал в Москву. Работал мой друг на стройке. Он меня потянул к себе. Я поехал работать на стройку в Москву. Работал неделю на стройке. Так как у меня руки из жопы растут, у меня там не получалось. Плюс там кидали жестко. И я такой, бля, какая нахуй стройка, чувак. Все, давай оттуда. Я ухожу со стройки, иду раздавать листовки, чтобы заработать на билет, уехать назад в Украину. Я стою, раздаю листовки, смотрю, чувак на велотакси катается. Я такой думаю, прикольно мне было бы тоже где-то поработать. То есть после футбола, думаю, нормально потянул бы. И на свежем воздухе плюс работаешь. Подхожу к нему знакомлюсь. Это был Эдвард Вилл. Он тогда еще ничего не снимал. Я тоже. Мы с ним заговорились. Нашли общие темы. Я такой говорю, я в YouTube хочу снимать. Он говорит, о, я тоже, давай вместе. Мы начали вместе работать на велотакси. Там он нормально зарабатывал. Потом после велотакси мы пошли работать на квест. Работали на квесте. Потом мы с Эдиком поругались, поссорились. Я уехал в Украину, снял свои самые хайповые видосы здесь. Прошло некоторое время, мне пишет Эдик. Говорит, бля, прикольные видосы. Я говорю, спасибо. Он говорит, что ты в Москве не снимаешься? Я говорю, ты скоро буду приезжать. Он говорит, ну приезжай, вместе поснимаем. Я приезжаю в Москву, мы начинаем вместе снимать. Иногда меня рекламируют, у меня набирается аудитория. Спасибо вам большое за это. Потом мы снимаем. Происходит инцидент, когда он с вертухи бьет чувака. Уезжает в Таиланд. Потом на меня выходят люди. Люди, которые готовы были вкладывать деньги в Инстаграм. Мы начинаем с ними работать. Я снимаю ролик. То есть они помогали организовать этот ролик. Прыжок с моста к горящему. Я прыгнул с моста. Это вызвало ажиотаж. Меня посадили на 10 суток. Вы просто шли по городу, решили поджечь себя и прыгнуть. Нет, я до этого это захотел. Гулял по мосту. Эти ребята, с которыми я работал, они мне объяснили, что нам нельзя вместе продолжать дальше работать, так как они связаны с государственными компаниями. И им не нужны проблемы с полицией. Мы прекратили с ними работать. Выпускаю еще пару роликов хайповых. Потом мне Эдик делает рекламу. У меня становится 100 тысяч. Я просто в ахуе. Потом мне делает рекламу Миша Литвин. У меня становится уже 145 тысяч. Я думаю, если бы я снимал какую-то хуйню, эти пацаны бы мне рекламу не делали. Значит, что-то годное делаю. Я до этого все время хотел снимать какие-то клиповые ролики. Но потом я понял, что это нахуй никому не надо. И я люблю такое что-нибудь решевое. То есть я от этого получаю кайф. Я получаю адреналин. Эти моменты, когда ты там лежишь под поездом, на твой поезд проезжает, или ты там горишь, блядь, летишь с моста. Блядь, я вам говорю, это просто что-то невероятное. И за этими моментами постоянно скучаешь. Я начинаю работать, мне начинаются набираться подписчики. И мне предлагают контракт. Подписываешь контракт, тебя развивают. То есть вкладывают в твой контент, вкладывают в твое развитие. Главное, правильно это делать. Тебе требуется только снимать контент. То есть придумать идеи, реализовывать их. Все деньги с рекламы, которые в историях появляются, они забирают себе. А у тебя есть зарплата. Это как бы блогерский лейбл такой. Ты на зарплате, и все деньги с рекламы капают им. Потом они отбивают всю сумму, которую тебе вложили. И вы уже начинаете с ними работать пополам. 50 на 50. Поначалу все было хорошо. Все было просто замечательно. Просто я не знал, какая там команда. У них очень много денег, но нет команды, которая бы грамотно продвигала блогеров. То есть нет понимания в Инстаграме. Они не разбираются в Инстаграме. У них есть блогеры. Но блогеры, которые занимаются коммерцией. Я у них был первый блогер, который творит всякую хуйню. Там треш, неважно. Просто блогер. И так получается, что у них не было грамотных таргетологов, не было грамотной команды. И вместо того, чтобы снимать ролики, мы постоянно, блядь, я ездил в этот офис, спрашивал, когда будет это, когда мы начнем делать это. Почему у нас нет нормального оператора, который не будет бояться меня снимать. То есть постоянно были какие-то разборки такие. Как по отдельности эти пацаны вообще четкие, молодцы, красавцы. Но... Ситуация такая произошла очень неприятная. Я не ожидал. Я приехал в офис спросить, почему мы, блядь, за полгода я никуда не продвинулся, нахожусь в жопе. И мне накрутили 300 тысяч подписчиков, которые, блядь, мертвые просто. Я приехал поговорить нормально, обсудить, почему это так происходит. То есть я был в ебаной депрессии. То есть... Можно назвать меня творческой личностью или нет? Не знаю. Я считаю, что я долбоеб творческий. У меня было два месяца жесткая депрессия. Я приходил по вечерам домой, блядь, и я понимаю, что инстаграм не растет. Мы никуда не продвигаемся. Постоянно что-то, блядь, договариваемся. Это не сбывается. И ничего не меняется. И все, что мне обещают, ничего не происходит. Мы должны были найти креативщика. Мы нашли креативщика. В итоге не сошлись на цене. Все окатилось в полную пизду. Я пришел поговорить. Почему это так? Давайте уже наконец-то все решим. На что главный из руководителей отреагировал грубо. Он подошел ко мне, начал что-то хамить мне. Я не позволю, чтобы со мной так разговаривали. Получился конфликт. С их стороны получилось некрасиво, с моей стороны получилось некрасиво. Мы поссорились и все. Мы закончили работу. Тот инстаграм больше не принадлежит мне. Я отдал его просто с богом. Пусть остается у них. Лишь бы не было, блядь, этой нервотрепки, депрессухи, ебаной. Потому что, ну, это все, что... По сути, это все, что у меня было. Это моя жизнь. Я туда в душу вложил все свои силы, энергию. Просто представьте, сколько я туда ебашил. А люди просто положили на это хуй. Они просто забили хуй на эту инсту. Они не спрашивали, что, где, как, почему. А когда будем что снимать. То есть, было абсолютно все равно. Было абсолютно все равно. Они мне писали только тогда, когда надо было размещать рекламу. Видите, а когда реклама разместится, блядь? Тогда, когда мы начнем нормально, блядь, закупаться и продвигаться. Они накрутили мне, блядь, 300 тысяч подписчиков. От них ни одного просмотра в истории не было. С чего так вот? Больше я в своей жизни никаких контрактов подписывать не буду. Оно мне нахуй не надо. Я начинаю заново. Начинаю с нуля. И пусть лучше так. Пусть лучше я, блядь, буду сейчас без бабок. И заново с нуля. Говорил Маркл боссом похуй как-то. И это правда. Хочу сказать большое спасибо тем людям, которые меня поддерживают. И еще огромное, огромнейшее просто спасибо тем пацанам, которые прям откликнулись. И сказали, блядь, чувак, не опускай руки. Все будет четко. Значит, значит, блядь, все заебись, все будет хорошо. Главное, чтобы не опускать руки, не сдаваться. Я думаю, на изи можно набрать, блядь, заново столько подписчиков. Главное стараться и работать над собой. Вот и все. Всем спасибо. Вот мой новый инстаграм будет. Ссылочка в описании. Всех обнял, поднял. Все. До свидания. С вами был Баравита. С вами был Баравита.